Мир кофе Мир кофе – это не только зерна или чашка напитка, но и сладости, десерты и прочие вкусности, которые идут под чашку кофе. Одним из самых мягких сочетаний с чашечкой капучино или латте, конечно же, является знаменитый панеттоне – итальянское новогоднее изобретение, сегодня мега популярное во всем мире. Вот только любители кофе и итальянской культуры немного запутались в понимании того, а что же такое этот панеттоне, и почему его иногда называют Пандоро, или почему на Пасху он называется совсем по-другому. В этом видео, друзья, мы ответим на ваши вопросы, а также расскажем о том, как правильно подать панеттоне и как и с чем его употребляют. Итак, давайте сразу поймем главное. У итальянцев есть два основных сезона, в которые появляются эти прекрасные сладкие пасочки-кексы – весенняя Пасха и зимний Новый год с Рождеством. Та сладость, которую готовят на Пасху, называется Коломба или Коломба де Пасху. А вот зимний сезон представлен не одним, а сразу двумя сладкими шедеврами. Один на Рождество, он называется Пандоро, а второй – на Новый год. Вот он-то и называется Панеттоне. Итак, повторим. Пасха – это Коломба, что на итальянском языке означает «голубка». Рождество – Пандоро. Панедоро по-итальянски – это «золотой хлеб». И Новый год – Панеттоне, название которого тоже происходит от слова «пане» – «хлеб» и означает «большой хлеб». Хотя весь мир уже давно называет это творение его итальянским именем. Отличаются друг от друга они тем, что Коломба по форме соответствует своему названию и похожа на расправившую крылья голубку. Она всегда покрыта сверху глазурью и миндальными орешками. Пандоро же ничем не покрывается, а только посыпается сахарной пудрой. А Панеттоне вообще имеет сверху просто хрупкую корочку из теста. Он ничем не покрывается и не посыпается. Как же так, скажете вы? Мы же видели миллион видов Панеттоне, то с шоколадом, то с украшениями сверху. Да, это правда. Сегодня Панеттоне и Пандоро производят в тысячах разных дизайнов и оформлений. Но мы говорим именно о классических вариантах этих творений, хорошо известных и уважаемых всеми итальянцами. Это примерно похоже на то, что произошло с напитком эспрессо. Сегодня по миру его могут приготовить в сотнях различных вариантов. То в огромном стакане, то в виде коктейля, то с какими-то украшениями. Но в Италии, эспрессо, это по-прежнему неизменно миниатюрная, классически неполная чашечка кофе. Как и в кофе, все эти современные новинки носят названия креативные или специальные. Панеттони спечали. Прямо как спешел эти кофе. Потому что оригинальные Панеттони классику, как и Пандоро классику или Коломбо классика, в настоящее время официально защищены итальянским законодательством с жестко прописанными правилами. Такими, например, как использование только натуральных дрожжей, только настоящего масла и только свежих яичных желтков. И если продукт не подпадает хотя бы под один из утвержденных критериев, то его запрещено называть благородным именем Панеттони. Можно использовать только описание типа новогодняя сладость или рождественский пирог. Для Панеттони, Пандоро и Коломбы маленького размера существуют отдельные уменьшительные названия. Панеттончино, Пандорино и Коломбино. Ну что ж, Коломбу вы уже легко можете опознать по ее форме голубки. Давайте теперь поймем разницу между главными новогодними кексами-конкурентами – Панеттоне и Пандоро. В принципе, здесь тоже все просто. Нужно только знать, что Панеттоне по своей форме похож на цилиндр с небольшим куполом наверху. А Пандоро выглядит как усеченная трапеция и всегда имеет форму восьмиугольной звезды. Это хорошо видно, если смотреть на него сверху. Второй основной элемент, которым отличаются Панеттоне и Пандоро – это их внутреннее наполнение. По виду используемого теста обе сладости схожи. Но если в классическом Панеттоне внутри всегда есть то, что итальянцы называют «кандити», то есть «цукаты» – кусочки апельсиновой шкурки и изюм, то в классическом Пандоро никогда нет ничего внутри, только тесто. На этой почве в самой Италии традиционно разворачивается непримиримая борьба. Сторонники Панеттоне, как, впрочем, и большинство иностранцев, утверждают, что цукаты добавляют Панеттоне аромата, и благодаря им он становится вкуснее. А сторонники Пандоро гневно сетуют на засохшие изюминки и цукаты, которые перебивают вкус нежнейшего хлеба с замечательного новогоднего Пандоро. Эта дилемма действительно почти всегда делит итальянцев, расположившихся за рождественским столом, на две группировки – тех, кто предпочитает Панеттоне, и тех, кто не мыслит Рождества без Пандоро. Несмотря на постоянные выяснения отношений, статистика на национальном уровне все же свидетельствует о том, что во время новогодних праздников 77% итальянцев все же отдают предпочтение Панеттоне. Конечно, деление сладких кексов на рождественский и новогодний весьма условное. Слишком мала разница во времени между этими праздниками. Так что это совсем не означает, что на Рождество нельзя купить Панеттоне, или после Нового года нельзя кушать Пандоро. Но вообще у итальянцев имеется довольно четкая дата окончания употребления рождественских сладостей. Это 3 февраля – день, который является праздником Святого Власия. Согласно легенде, если доесть Панеттоне именно в этот день, Святой Власий избавит тебя от болезней и простуд. Панеттоне и Пандоро отличаются из своей истории. Панеттоне родился в 15 веке в Милане, а документальное свидетельство о его существовании датировано 1606 годом, когда был издан первый миланско-итальянский словарь. И в нем сладкий рождественский кекс назывался Панатон де Данеда. Существует несколько версий происхождения названия Панеттоне. Романтический вариант гласит, что Панеттоне, или Пан де Антонио, придумал для своей возлюбленной миланский ученик-пекаря по имени Антонио. По другой версии, Панеттоне родом из миланского диалекта – Пан дель Тон, что переводится как «хлеб роскоши». Но самая известная легенда гласит, что его изобрел некто Тони, скромный помощник повара при кухне герцога Сфорца. Накануне Рождества шеф-повар герцогской семьи случайно сжег в печи сладкий торт, приготовленный для праздничного банкета. Тогда Тони пожертвовал закваской, которую он отложил для собственного празднования Рождества. Он смешал ее с мукой, яйцами, сахаром, изюмом и засахаренными фруктами и замесил все несколько раз до получения очень рыхлого и объемного теста. Результат возымел небывалый успех. И в честь его создателя герцог Сфорца назвал этот торт «Пан де Тони». Можно считать, что настоящую революцию в Панетоне совершил миланский кондитер Анджело Мотта, преобразовавший технологию дрожжевания теста, превратив ее в сложную 20-часовую процедуру. А полностью процесс приготовления Панетоне занимает до трех дней. Анджело Мотта изменил форму выпечки из миской, больше похожей на хлеб, на хорошо знакомую нам сегодня высокую куполообразную. Интересно, что поскольку Панетоне обжигается в печи не полностью и остается мягким, то в конце его производства существует фаза, называемая «отдых», когда Панетоне подвешивают вверх ногами, для того, чтобы их купола отвисали, а не уседали при охлаждении выпечки. Анджело Мотта сыграл невероятную роль в становлении Панетоне как культовой итальянской сладости. А название компании Мотта в начале 20 века фактически являлось синонимом слова «Панетоне». Кстати говоря, будучи гениальным маркетологом и бизнесменом, в 50-х годах прошлого века именно Анджело Мотта создал для итальянцев еще одно сладкое творение, но уже в другой сезон года – на Пасху. Да, пасхальная Коломба тоже является его изобретением. Что касается Пандоро, то в отличие от миланского Панетоне, он был создан в Вероне. Во времена, когда Шекспир писал свою Ромео и Джульетту, в Вероне уже существовал сладкий хлеб, послуживший прототипом для Пандоро, причем существовал еще с 13 века. Назывался он Надолин, и сегодня, наряду с Пандоро, его также можно попробовать в Вероне. Он также имеет форму, напоминающую вифлеемскую звезду, просиявшую на Рождество, но Надолин ниже, чем Пандоро. Современный Пандоро появился в XIX веке как результат переосмысления Надолина и стал плодом усилий веронского кондитера Доменико Мелегатти и веронского художника Анджело Даль-Ока. Их совместное детище было запатентовано в 1894 году. Следует заметить, что название этого сладкого шедевра не имеет ничего общего с героиней древнегреческих мифов Пандорой. В данном случае это смесь двух других слов – «пан» – «хлеб» и «доро» – «золотой», то есть «золотой хлеб». Дело в том, что в эпоху Возрождения буханки хлеба на княжеских банкетах украшали тончайшими листами золота. Но и современный Пандоро полностью соответствует своему названию, благодаря светло-желтому цвету из-за большого количества используемого масла и яиц. Как мы уже знаем, традиционный Пандоро, в отличие от Панеттоне, не содержит в своей начинке ни цукатов, ни изюма. А вот посыпание его сахарной пудрой обязательно. Существует даже шутка о том, что есть много разочарований в жизни. Но одно из самых больших – это момент, когда ты открываешь Пандоро и не находишь внутри белоснежного пакетика с пудрой. Успех Пандоро повторил путь Панеттоне. Он также быстро разошелся по всей стране, постепенно став общеитальянским десертом. Большую роль в распространении рождественских кексов сыграли итальянские эмигранты, разнесшие эту замечательную сладкую традицию по миру. Примерно так же, как это произошло и с чашечкой миниатюрного эспрессо, ставшего для планеты и бизнесом, и модой. На сегодняшний день Пандоро, наряду с Панеттоне, пользуется популярностью во всей Италии. Только на новогодние праздники итальянские пекарни продают более 100 миллионов штук Панеттоне и Пандоро на общую сумму в 300 миллионов евро. Интересно, что в Италии слово Панеттоне используется в названии еще одного рождественского феномена. Чине Панеттоне или Кино Панеттоне – так называют новогодние комедии, которые кинокомпании выпускают к рождественским праздникам. Эти фильмы уже давно стали такой же традицией, как и сладкие кексы. Кроме того, словом Панеттоне итальянцы еще называют дорожные разделители соответствующей формы. Ну что ж, давайте перейдем к практической стороне вопроса – как открывать, подавать и хранить Панеттоне. Панеттоне любит тепло, поэтому ни в коем случае не нужно хранить его в холодильнике или зимой на балконе, и уж точно не следует подавать его к столу холодным. Многие итальянские специалисты советуют немного разогревать Панеттоне перед подачей на стол, однако это нужно делать крайне осторожно, чтобы не пересушить его. Но вообще лучше сохранять Панеттоне в очень теплом месте или у источника тепла. Пожалуйста, серьезно отнеситесь к этому совету, ведь достаточно один раз сравнить холодный Панеттоне с разогретым, чтобы легко убедиться, насколько сильно он теряет свой вкус, текстуру и аромат. Хранить Пандоро и Панеттоне нужно в плотном закрытом пакете, никогда не оставляя его открытым. Нарезание Пандоро или Панеттоне – это целое искусство. Главное, что здесь нужно помнить, это то, что сначала всегда следует снять бумажную форму, в которой запекаются Панеттоне, и боковую полоску, и донышко, и только потом приступить к его разрезанию. Иначе нарезанные кусочки будут прилипать к запекшейся части донышка и отрываться неровными, неэстетичными кусками. Второй очень важный нюанс – это нож. Итальянцы нарезают Панеттоне не обычным плоским ножом, а только хлебным ножом, тем, который имеет зубчики. Потому что если разрезать хороший, мягкий Панеттоне обычным плоским ножом, тесто будет просто продавливаться при нажиме и рваться на куски. Разрезать Панеттоне нужно, держа нож параллельно столу. Правильно нарезанные кусочки Панеттоне, и особенно Пандоро, красивые и эстетичные. При разрезании одного Панеттоне, стандартно он весит 1 кг, обычно получается 12 кусочков долек, примерно по 80 грамм каждый. Классический Пандоро или Панеттоне чаще всего подается без всяких добавок. Хотя в последние годы заварной крем или горячий шоколад часто становятся спутниками рождественского пирога. А за пределами Италии это может быть и варенье, и сироп, и даже сгущенное молоко. Если говорить о напитках, следует знать, что ни Пандоро, ни Панеттоне не сочетаются с сухими винами или шампанским брют. Но итальянцы в основном предпочитают употреблять свою новогоднюю сладость с мускатными винами или с вино-пассито, сладким вином из изюма. Здесь правило простое. Если по тарелкам Панеттоне раскладывают вилкой, то кушают его исключительно руками. В Италии никто и никогда не режет поданный кусочек ножом. Исключение делается только в тех случаях, когда Панеттоне подается политым кремом или шоколадом. И Пандоро, и Панеттоне – это целый мир эмоций и чувств. Кто-то ест его, как кусок торта, а кто-то медленно крошит, разглядывая разноцветные сокровища изюма и цукатов. Но все без исключения восхищаются его мягким вкусом, безумным ароматом и позолотой его корочке, похожей то ли на купол, то ли на мантию, скрывающую под собой какую-то тайну. Которая, возможно, и есть главной тайны Рождества. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ